МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем обо всем подробно. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о повышенной готовности. Об этом он написал на своей странице в Инстаграме. В частности, для посещения массовых мероприятий официально переболевшим теперь разрешено использовать сертификат об иммунизации. Отрицательные результаты тестов на антигены могут использовать не только дети, но и взрослые. Работодатели обязаны публиковать на портале карта жителей Нижегородской области сведения о количестве работников, сделавших прививки от COVID-19, имеющих противопоказания, и сотрудников с наличием иммуноглобулинов IgG в диапазоне положительных референсных значений. Кроме того, организации с числом сотрудников свыше 300 человек должны разбить коллектив на три примерно одинаковых группы и разнести для них время начала рабочего дня и обеденного перерыва с интервалом в 45 минут. Также в области возобновили бесплатный проезд для ковидных волонтеров и медиков. Впервые такую меру ввели в регионе в марте прошлого года. Она действовала до 10 апреля этого года. По специальным транспортным картам совершили более 9 миллионов бесплатных поездок. Привитый от коронавируса человек не может заразить других. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия-24». Она также подчеркнула, что при расширении вакцинации и сокращении социальных контактов вирус прекратит циркулировать полностью. Анна Попова напомнила, что вакцина от коронавируса защищает на 99,3%. Остальные 0,7% могут заболеть после прививки, но перенесут инфекцию в легкой форме. Также, по ее словам, если большинство привьется, то и ограничительных мер больше не потребуется. Привить она призвала всех россиян. Ранее член-корреспондент «Транс» Сергей Нетесов заявил, что остановить эпидемию COVID-19 в России поможет вакцинация 80% населения. По его словам, нынешние темпы вакцинации необходимо увеличить в 4 раза. По словам вице-премьеры Татьяны Голиковой, наибольшую тревогу вызывает ситуация с вакцинацией в Дагестане. Кроме того, в числе отстающих Костромская область, Забайкальский край, Республика Коми, Курганская и Тамбовская области и ряд других регионов. В Сарове полностью привито 14 626 человек. Первый компонент получили почти 19 тысяч жителей. В России зарегистрировали 25 140 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло 710 россиян. В Нижегородской области 522 новых больных. В Сарове за выходные заболел 21 человек. Из тех, кто госпитализирован, 2 в тяжелом состоянии, 37 в состоянии средней степени тяжести. Остальные переносят болезнь в легкой форме. Проблемы с памятью, депрессией и панические атаки. Коронавирусная инфекция поражает не только легкие. Вирус сильно бьет по всем системам и органам человека, затрагивая в том числе и головной мозг. Как ковид влияет на психику и как бороться с его последствиями, расскажем в следующем репортаже. Головные боли, быстрая утомляемость, тревога, потливость и панические атаки. Такие симптомы все чаще возникают у людей, переболевших коронавирусом. Это явление получило название постковидный синдром. Однако депрессия развивается не только после перенесенной болезни, но и просто на фоне эпидемии. В том числе и у тех, кто не болел ковидом. Коронавирус, вообще любой вирус депрессию не вызывает. Вирусы могут влиять, самые разные вирусы, включая и коронавирус, могут влиять на нервную систему. И вообще любое серьезное тяжелое инфекционное заболевание, оно вызывает и ухудшение памяти, и ухудшение внимания, снижение настроения, соответственно. То есть, ну вот такое и в плане неврологическом тоже влияние оказывает. Самое распространенное объяснение формирования постковидного синдрома – прямые повреждения органов во время затяжного течения болезни. В случае, если эмоциональное состояние выходит за рамки легкой формы, необходимо обратиться к специалисту за лечением. Игнорирование депрессии может привести к опасным последствиям. Суицидальное высказывание, поведение такое, когда человек вообще замкнулся и плаксивость, да, плачет, говорит, что смысл потерял. Вот, все, тогда нужно, ну, близким насторожиться, да, друзьям, знакомым, родственникам, всем, ну, помощь оказать этому человеку. Если вы сами после болезни ощущаете признаки депрессии, не будете поделиться этим с близкими. Именно они смогут поддержать вас и помогут избавиться от негативных мыслей. Также, по словам психолога, хороший способ справиться с депрессией, спорт и различные хобби. Как выходить-то на позитив? Переключать свое внимание, не проваливаться, да, не мусолить, вот, по сто раз один и тот же негатив. Переключаться, находить какие-то занятия, увлечения. Если задумали, что пора к доктору, но не уверены, что это необходимо, можно использовать шкалу Гамильтона для определения депрессии. Или шкалу БЭКа – специальные опросники, которые позволяют оценить состояние пациента. Ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Опросник может лишь убедить обратиться к доктору. Портал Госуслуг разослал уведомления родителям, которые имеют право на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Их получили уже более 12,5 миллионов россиян. Уведомления, направленные в личные кабинеты, содержали ссылку на уже предзаполненное заявление. Пользователю оставалось проверить корректность введенных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР. В случае, если пользователь не получил уведомления, он сможет самостоятельно заполнить заявление на портале Госуслуг, начиная с 15 июля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Восемь детей погибли на водоемах в Нижегородской области с начала года. Всего утонуло 52 жителей региона. Все происшествия были зарегистрированы в местах, не оборудованных для купания. Последняя трагедия произошла в выходные. Семилетняя девочка утонула в озере Большое в рабочем поселке Мухтолова Ордатовского района. Ночью 12 июля тело ребенка подняли из воды водолазы МЧС России. Обстоятельства гибели устанавливают. Ранее два человека утонули в Володарском районе, также в местах, не оборудованных для купания. Жара до плюс 31 градуса Цельсию становится в Нижегородской области на этой неделе. По данным сервиса Яндекс.Погода, до такой температуры воздух будет прогреваться со вторника по четверг, 15 июля. Осадков не ожидают. К концу недели станет немного прохладнее. В воскресенье, 18 июля, по данным метеорологов, максимальная температура воздуха составит плюс 26 градусов Цельсия. КБ номер 50 приглашает горожан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, пройти углубленное медицинское обследование в рамках диспансеризации. Через два месяца после заболевания можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. В объем дополнительных исследований входит измерение уровня насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой по показаниям, спирометрия, эрография органов грудной клетки, клинический анализ крови с определением лейкоцитарной формулы, биохимический анализ крови, определение додимеров крови по показаниям, дуплексное сканирование вен нижних конечностей и компьютерная томография легких, также по показаниям, эхокардиография. Записаться можно на официальном сайте КБ номер 50 на портале пациента по телефонам колл-центра в поликлинике номер 1 955 11 или поликлинике номер 2 955 77. Алкоголь и продукты на сумму более 3 тысяч рублей похитила саровчанка из магазина на улице Зернова. Личность злоумышленницы установлена. Эта 30-летняя гражданка ранее не судима. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Кражи велосипедов в Сарове продолжаются. За неделю правоохранительные органы зарегистрировали два таких случая. 3 июля железного коня похитили из подъезда 8 дома на проспекте Ленина. А 6 июля двухколесный транспорт угнали из дома номер 2 по улице Карла Маркса. Ущерб пострадавших составил 10 и 4 тысячи рублей. Также повторяются в городе и случаи мошенничества. 8 июля к нам обратилась Саровчанка. Сообщила о том, что 1 июля неустановленное лицо позвонило ей на мобильный телефон. И сообщил потерпевшей о том, что банком была остановлена мошенническая операция по списанию денежных средств с ее банковского счета. В связи с чем денежные средства необходимо перевести на безопасный счет. Потерпевшая четко выполнила все указания мошенников и привела через терминалы на номера мобильных телефонов 465 тысяч рублей. За минувшую неделю неспокойно было и на дорогах города. 6 июля на объездной дороге между ТЭЦ и Ключевой водитель ВАЗ-2113 не уступил дорогу Ладе Вести, что двигалась справа. В результате автомобили столкнулись. Виновник ДТП сильно пострадал. Водитель, который получил следственное повреждение в виде перелома поперечного отростка позвонков справа и ушиб почки легкой степени. Кроме того, один из пассажиров 2005 года рождения, несовершеннолетний, получил следственное повреждение в виде сочетанной травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны лобной области и перелом левого бедра. Девушку госпитализировали в травматологическое отделение КБ-50. Второе ДТП произошло 8 июля. Водитель автомобиля «Сузуки» при повороте во двор первого дома по улице Харитона не уступил дорогу мотоциклу без государственных регистрационных знаков. В результате столкновения мотоциклиста отбросило на встречную полосу. Он упал на машину «Фольксваген». Три ДТП произошли в субботу. На дворовой территории, на проспекте Ленина, напротив дома номер 59, водитель 92-го года рождения, управляя автомашиной «Фольксваген Поло», совершил наезд на пешехода 86-го года рождения, которая двигалась по дворовой территории в качестве пешехода. В результате ДТП пешеход получил интересные выреждения в виде перелома основной фаланги четвертого пальца левой ноги. Поздним вечером на перекрестке улиц Павлика Морозова и Садовая водитель Hyundai Accent неоднократно игнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке. Не справился с управлением и врезался в подпорную стенку проезжей части на улице Садовая. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Тепловым ударом в жару подвержены не только люди. Они случаются и у собак. Не все из четвероногих выживают. Подчас владельцы животных не знают, как правильно оказывать помощь и как защитить своего любимца от перегрева. Полезные советы ответственным хозяевам дал ветеринарный врач Юлия Леукина. Жаркая погода может быть опасна не только для людей, но и для их питомцев. Когда на столбике термометра больше 30 градусов, владельцам домашних животных важно быть внимательными к состоянию четвероногих товарищей и соблюдать простые правила. Если собака начинает на прогулке суетиться, искать тень, уходить от вас, нужно срочно идти домой и давать ей попить. Вообще в такую жару с собой воду на прогулку обязательно. Самым тяжелым испытанием для собак становится перевозка в автомобиле без кондиционера и с закрытыми окнами. Терморегуляцию у этих животных слабее, чем у человека, и за полчаса такой поездки собака может получить типовой удар. Также часто хозяева попросту забывают своих любимцев в закрытой машине. Исход в таких ситуациях печален. За сегодняшнюю неделю было уже два случая перегрева собаки в машину и одна летальный исход. Закрыли в машине, забыли про нее, к сожалению. И когда пришли, уже там была очень высокая температура тела у собаки, из огня вывезти мы ее не смогли. Если вы видите, что животному жарко, постарайтесь немедленно снизить температуру его тела, отведя в тень или накрыв влажным полотенцем. Обливать питомца водой не стоит, мокрая шерсть не держит температуру. Понять, что у вашего любимца тепловой удар можно понять с кольким признаком. Первый признак – это высунутый язык, частое учащенное дыхание. Собаке становится плохо, она может заваливаться на бок, она ищет себе тень, падает вниз. На самом деле это уже прям признак, к которому нужно срочно обратиться к врачу. Оставляя собаку дома, включите вентилятор или кондиционер. Если такой возможности нет, то оставьте открытыми окна и завесьте шторы. В свободном доступе у вашего питомца всегда должно быть достаточное количество свежей воды. Ансамбль «Забава» Центра внешкольной работы стал участником Всероссийского проекта «Прыгатель, запеватель, танцеватель». Он включал в себя три конкурса. Участники Саровского коллектива завоевали звание лауреата всех трех степеней и приз зрительских симпатий. Подробности далее. Порядка 700 ребят из разных городов страны приняли участие в фольклорно-хореографическом проекте «Прыгатель, запеватель, танцеватель». В рамках проекта прошли всероссийские конкурсы «Море зовет, волна поет» и «Разрешите представиться». В Саров ансамбль русской песни «Забава» приехал с дипломами лауреатов и номинантов. Проект прошел в формате образовательного лагеря. В течение девяти дней участники студии посещали мастер-классы, уроки вокала и хореографии, репетировали и готовились к фестивальной программе. Такая насыщенная жизнь в дни фестиваля подарила ребятам возможность дружиться с коллегами и получить от них бесценный опыт. Программа была очень насыщенной, разнообразной, не скучной. И это помогало как бы дружиться и детям, и родителям, которые вместе с нами поехали. Вот, то есть успели все, все, что задумали, во всем приняли участие. В студии занимаются дети разного возраста. Здесь опыт и знания передаются от старшего поколения ребят к младшему. Так происходит преемственность русских народных обычаев и традиций. При общении к русскому наследию, возвращение к истокам нашего народа воспитывает у молодежи тот духовный стержень, который так необходим в современной жизни. Я уверена, что дети, которые ходят в ансамбль «Забава», они вырастут морально чистыми, хорошими людьми, любящими свое отечество, свою культуру и будут нести это дальше. Мне очень нравятся яркие костюмы, которые мы одеваем. Также очень нравятся народные песни. Мы с мамой гуляли и услышали русские народные песни. Мне захотелось петь их, танцевать под них, и мама записала меня в этот ансамбль. Потому что мне нравится всегда больше русская народная песня, чем всякая другая. Все участники коллектива получили сертификаты о том, что они прошли обучение во всероссийском проекте «Прыгатель, запеватель, танцеватель». Ансамбль всегда готов к концертным выступлениям и покорению новых вершин в народном искусстве. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!